добрый день дорогие друзья забота о сердце тема этого небольшого видео размышления и слово забота означает внимание уход усердие деятельность старания траты усилий для благополучия кого-либо или чего-либо и сердце это орган человека который обеспечивает нашему телу жизнь функционирования всех его частей и это мышца здоровое сердце это здоровое тело и по крайней мере что-то об здоровье сердце и заботе о нем мы должны знать прежде всего духовная забота о нашем сердце и в библии есть такие слова иисуса христа где сокровище ваше там и сердце ваше будет и так между ценностями человека его сердцем есть прямая связь вера в бога в его заботу о человеке это очень важно жизнь без страхов стресса беспокойств это очень важно жизнь без криминала и нарушение заповедей бога и государств которым живет человек законов это тоже важно и наконец жизнь без вредных привычек без матерных слов без проклятий без конфликтов без курения алкоголя наркотиков и приема сильных лекарств продолжительное время и это все духовная забота о нашем сердце теперь физическая забота и их много первое это соблюдение режима дня и сна сон это очень важный для восстановления работы сердца скажем так мероприятия и поэтому в одно и то же время регулярный глубокий восстанавливающий это сон дыхательные упражнения и большие по объему легкие и здоровые легкие которые обеспечивают кислородом все наше тело и прежде всего сердце это важно вода чистая мягкая да как снаружи так и внутрь нашего тела вес тела долго должно быть нормальным или слегка пониженным и тогда это облегчает работу нашего сердца и наоборот повышенный вес это проблема кроме того питания в котором человек должен есть натуральные продукты а не химические ингредиенты заменители натуральных и когда человек скажем весом 70 килограммов то его сосуды составляют длину примерно девяносто две тысячи километров но когда вес человека достигает 90 килограммов то его сосуды уже сто десять тысяч километров в длину и обеспечивать их кровоснабжением крайне затрудняется без жареной соленой сахаросодержащей пищи и поменьше молочная пищи должно быть у взрослых людей фитнес наилучший фитнес это плавание а также быстрая ходьба медленный бег гребля танцы но кроме этого и другие виды фитнеса также периодически необходимы для разнообразия аэробная нагрузка важно то есть пульс нашего сердца должен подниматься до 120 и 130 ударов в минуту какое-то продолжительное время но не менее 15 минут и желательно не более чем скажем 40 45 минут это тоже надо учитывать теперь работа очень много работу людей связано с насилием насилием над своим телом разумом до над своей душой когда человек делает работу а совесть его страдает но также есть работы которые связаны с большим физическим напряжением до и накапливается усталость есть вредные для сердца работы а есть полезные то есть хорошие благоприятные надо выбирать благоприятную теперь друзья это очень важно куда поведут человека друзья она и они его могут привести на кладбище они могут привести в тюрьму в больницу они могут привести его к разводам это очень плохо когда друзья не в помощь а наоборот в как бы сказать во вражду теперь отдых он должен быть регулярным свои временным и достаточным следующее это здоровый позвоночник особенно грудной его отдел который отвечает за работу сердца легких и печени и наконец одиннадцатая это физиопроцедуры солнце воздух и вода действительно лучшие друзья для тела человека их надо использовать круглый год правильно и регулярно сердце орган через который бог общается с человеком об этом мы не должны забывать и как завершение выводы в этом видео заботиться сердце надо всегда вовремя и правильно поразмышлять об этом а я желаю вам божьей милости благодати до свидания